Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 16 по 22. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. ПЕСНЯ 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 Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат слова Спасителя, адресованные всем его верным последователям и предупреждающие о грядущих гонениях и опасностях. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас», указывает Спаситель. В Иерусалиме находился Синодрион, Верховный суд Иудеев, но в каждом городе и в каждой деревне был свой местный Синодрион, и в таких Синодрионах судили, а потом при синагогах побивали тех, кто публично исповедовал веру во Христа, которую иудеи считали ересью. Бичевания были в то время обычны у иудеев. Еврейский бич состоял первоначально из одной только плети, и тогда, согласно закону, давали 40 ударов без одного. Но впоследствии этот бич начали устраивать из трех плетей, причем давали 13 ударов, так что как раз и выходило 39. А если нанести следующий удар, то это было бы уже нарушением закона, который запрещал наносить осужденному больше 40 ударов. Святитель Иоанн Затаус замечает, «Опять Он располагает их к бодрствованию, обрекая и здесь их на злострадания, а злодействовать попуская другим. И это для того, дабы ты знал, что победа и славные трофеи даются претерпеванием бедствий». Далее Господь предупреждает, «И поведут вас к правителям и царям за Меня для свидетельства перед ними и язычниками. Фраза о правителях и царях относится к разбирательствам в римских судах, таким, как, например, суд над апостолом Павлом, о котором он пишет во втором послании к Тимофею. И действительно, христиане получали чудесную возможность проповедовать о Христе, когда они представали перед судом. Когда мы читаем о судах над мучениками, среди которых многие люди были малообразованными или даже неграмотными, часто складывается впечатление, что перед судом стоят выдающиеся ораторы. Христианская вера внушала самым простым людям такой страх перед Богом, что они не испытывали страха перед людьми. И это мужество вызывало интерес к новой вере и привлекало новых последователей. Александр Павлович Лопухин пишет, «Под правителями и царями можно разуметь вообще каких бы то ни было лиц, которым иудеи или язычники по своей злобе могли повести проповедников. Страдания апостолов должны были служить свидетельством о Христе перед всеми людьми, перед которыми ученики будут страдать безразлично перед иудеями или перед языческими правителями и царями. «Придаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Гонением, о которых пророчествует Спаситель, подверглись не только апостолы, но вообще все христиане. Однако, несмотря на свирепость этих гонений, проповедь апостолов проникла всюду. И в самом Риме было множество семей, некоторые члены которых были тайными христианами. Когда же христианство было объявлено вне закона, а христиане подлежащими истреблению, то в таких смешанных в религиозном отношении семействах началась страшная вражда. Правительство требовало, чтобы на христиан доносили, чтобы их выдавали властям для казни, и тогда брат доносил на брата. Отец на детей, дети на родителей. Ненависть и предательство господствовали. Что такое любовь, было забыто. Само слово «христианин» стало ненавистным для язычников. Завершает свою речь Господь такими словами, «Претерпевший же до конца спасется». Блаженный Иероним Стридонский так поясняет эти слова Господа. Действительно, добродетель состоит не в том, чтобы положить начало, а в том, чтобы дойти до конца. Таким образом, Спаситель ободряет своих последователей мыслью о том, что через терпение в страданиях они сохраняют себя для вечной жизни. И эти слова, дорогие братья и сестры, мы должны держать в своих сердцах, поскольку они являются великим утешением для тех, кто не отступает от верности Господу, претерпевая страдания. Если мы подвергнемся тяжким испытаниям и страданиям в этой жизни, но смиренно и терпеливо несем свой крест за Христом, то этим спасаем свои души. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok